Вот так тепло, радушно, под звуки скрипичного трио встречали талантливую и перспективную молодёжь Брестского региона на торжественном приёме в облсполкоме. Каждого из ребят лично поздравил руководитель области Юрий Шулейко. 44 молодых и целеустремлённых человека, каждый из которых сумел набрать на централизованном тестировании заветные 100 баллов. Самая большая делегация вундеркинда в составе 10 человек приехала из Пинска. 7 сертификатов с максимальным баллом у выпускников из Барановичей. 5 добавили в общий зачёт представители Лунинецкого района и 4 Столинского. Брещане сумели достичь вершины в белорусском языке, математике и истории. Да, биология была моим любимым предметом в школе. И централизованное тестирование по биологии было средством достижения моей цели. А целью было поступление в ведущий медицинский вуз нашей страны. Мне очень почётно быть на данном мероприятии. Это безусловно приятно, что о твоих результатах знают на уровне области и приглашают на такие мероприятия. Было сегодня место за 100 баллов по математике. Я занимался с класса 7-го. И когда уже сам сдал ЦТ, я надеялся, что будет 100. Я считаю, что это можно достичь каждому. Нужно начинать заранее готовиться. Желательно с класса 9-го. Можно не 9-го, а 10-го. Но за это время у тебя будет время, чтобы абсолютно всё прогнать, всё перерешать. Я считаю, что это можно сделать каждый. А в школе вы как получились? Средний балл 9,9. Я получила 100 баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку. Я действительно была готова к этому результату. Я его очень сильно ждала. И все предыдущие два года перед ЦТ я шла к нему, я готовилась. Я поступила в Минский государственный лингвистический университет, на факультет китайского языка и культуры. И это было моей мечтой и моей целью. Получить 100 баллов уже идеальный результат. Но среди приглашенных троим удалось набрать соточку сразу по двум предметам ЦТ. Я считаю, что мои 100 баллов по математике и русскому языку – это прежде всего работа учителей. И моя работа. Я усиленно готовилась в февраля. Вот и большинство свободного времени у меня ходило именно на подготовку к этим экзаменам. Какой средний балл тебе ставишь? 100. Я поступила в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на специальность информатика и технологии программирования. Профессию программиста выбрали для себя большинство из ребят. На втором месте – медицинская сфера. Единицы озвучили желание поступить на юрфак или стать переводчиком. А вот аграриев нет – посетовал глава региона. Несмотря на это, каждого из них ждут после окончания вуза на родной земле. Я желаю, чтобы их мечта и их выбор ощутился в том, что они задумали. А для области действительно год может быть мало для среза учебы, может два пройдет. Мы действительно их будем возвращать вот сюда, с ними разговаривать, предлагать какие-то условия, потому что у них уже будет начинаться практика. Практика первых, так сказать, медицинских походов в больницу, производственные практики – это предприятия, это, опять-таки, университеты, преподаватели, лингвисты. Но я хочу, чтобы действительно они были мастерами своей специальности, которую они выбирают. На этом торжественный прием завершился. Впереди ребят ждали общее фото, поездка в Брестскую крепость и экскурсия на Савушкин продукт. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктовая».